О эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБ России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, сегодняшнюю нашу беседу хотелось бы начать с информации по заболеваемости коронавирусной инфекцией по Смоленской области. В частности, по состоянию на 4 июня зарегистрировано 2678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Только в областном центре число зафиксированных случаев уже составляет 866, а еще в пяти районах количество заболевших граждан перешагнуло отметку 100, 200 и 300 случаев. Число выздоровевших на текущий момент составляет 940 человек. Также в регионах зафиксирован 41 случай с летальным исходом. В общей сложности на территории Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4563 человека. Отдельно хотелось бы сказать о наших соседях. В Ростовском районе на сегодняшний день число зараженных 151 человек. По данным Роспотребнадзора в Смоленской области в нашем городе зарегистрировано 73 зараженных COVID-19. В ближайший день-2 мы ожидаем результаты на 150 тестов. На сегодняшний день выздоровело 45 человек. Переведены в клинике Москвы-17. В клиническую больницу города Смоленска три пациента. Под наблюдением медико-санитарной части находится 51 больной. 44 на дому и 7 человек находятся в стационаре. Средины марта на медицинском наблюдении находилось 1551 человек. На сегодняшний день снято с карантинного наблюдения 1327. Всего за время эпидемии с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, пневмонией, ОРВИ. С начала апреля в МСЧ-135 ФМБ России были госпитализированы 231 человек. В настоящий момент в инфекционных отделениях медико-санитарной части находится 41 больной. Всего на сегодняшний день протестировано на коронавирусную инфекцию 3180 человек. Из них работников Смоленской атомной станции 2239. Как видите, обстановка остается по-прежнему напряженной. Поэтому на предприятиях, которые начали работу, необходимо соблюдать меры по недопущению заноса инфекции. Это термометрия, наблюдение за персоналом, дезинфекция рук и рабочих мест. И в быту при посещении магазинов и общественных мест соблюдать уже привычные меры – маски, перчатки и выдерживать дистанцию между людьми. Благодарю за внимание.